Привет! 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 Да, смотрите, давайте сейчас вам расскажу, как у нас будет проходить сегодня в своем мастер-классе. Вот, чтобы вы понимали, что происходит. Можете фоткать, можете снимать. Обязательно меня публикуйте, отвечайте. Я все это себе выложу. А также, у нас сейчас с вами будет сегодня час. Будем там что-то учиться, хикать, похакать. Если у вас возникнет вопрос, у нас будет с вами блог. Я буду делать паузу, говорить, есть ли вопросы. Если есть вопросы, не стесняйтесь, мы не в школе. Ручку подняли, выдали. То же самое касаемо и вас, ребят. Пишите в комментариях. Я попрошу кого-нибудь прибежать, посмотреть, может кто-то что написал. Также у нас после основной участия будет розыгрыш. Вау! Мы сегодня с вами будем разыгрывать книгу. Мою новейшую, вот, с помощью рандома. Поэтому обязательно участвуйте в этом розыгрыше. Да. Ну, мы все скажем, мы все скажем, не переживайте. Также у нас с вами будет блог. Мы с вами пофоткаем, похихикаем, похахакаем. Все ли понятно? Отлично. Если все понятно, давайте сделаем сегодня хлопок веры, чтобы у нас все получилось. Раз, два, три. Он реально работает. Я такая еду сейчас, блин, это гениально. Смотрите, сегодня я подготовила для вас реально интересную тему, которую я не раскрывала еще в своих книгах и в своих видео уроках. Поэтому вы сегодня прямо первооткрыватели. Тема сегодняшнего занятия мастер-класса будет звучать как жанры в музыке. Давайте небольшой интерактив. Какие жанры в музыке кто знает? Метал. Классика. Классика. Рога. Регги. Джаз. Блюз. Рок. Регги. Отлично. Кантри. Хип-хоп. Хип-хоп. Пан-хоп музыка. Пан-хоп. Отлично. У всех этих жанров сегодня не будет. Шучу. Конечно будет. Сегодня мы с вами изучим два. И поговорим о том, как мы можем делить музыку. Почему мы делим на тот или иной жанр. Почему у нас нет какого-то конкретного жанра. Сложно сказать, какой жанр возник первым. Потому что мы живем на большой планете и у всех у каждого была своя ведьм развития. и получается, что все параллельно как-то, в зависимости, что за эпоха, развивались жанры музыки. Первое, с чего мы начнем, самый простой, самый понятный, наверное, это жанр реги. Я вам такую штуку закину. Не обязательно песня, которая написана в оригинале, в каком-то конкретном жанре, то есть она так и будет звучать. Любой жанр вы можете переделать в другой жанр. Но есть, конечно, песни, которые мы можем знать по реги, я вам тоже продемонстрирую. Для начала давайте разберемся. Если вы берете любую музыку, вы могли обратить внимание, что мы чаще всего любим играть на раз. То есть раз, два, три, четыре. То есть у нас счет до четырех. Для нас он привычен. Наш мозг так устроен, мы любим, чтобы все было максимально профессионалистически, чтобы был какой-то выстрелый квадрат. И поэтому счет на четыре для нас логичен. При этом в счете четыре есть слабые доли и сильные доли. Кто знает, какие из этих долей в размере 4 четверти считаются слабыми, какие сильные? Сильные доли это первая, четвертая. И третья, да. Соответственно, вторая, четвертая у нас будет с вами промахивать. Что это значит? В обычной музыке, которую мы с вами знаем, первая и третья доли, она самая главная. Вы можете вторую и четверт вообще никак не заполнять, и на музыку это никак не повлияет. Я люблю на песню для примера, в принципе, когда я что-то даю. А мы можем взять и играть только на раз и на три, и это будет звучать. То есть, например, я сажаю. Сажаю алюминиевые огурцы, а-а-а, на брезентовом поле. Звучит. Да, согласитесь. Что будет, если я эти первые и третьи удары буду пропускать и буду играть на 2 и 4? Давайте посмотрим. Я сажаю алюминиевые огурцы, а-а-а, на брезентовом поле. Чувствуете? То есть появился какой-то дополнительный вич. Вот это как раз и основная характеристика жанра регги. Я не буду вас сегодня опутать и как-то вот эту вот, такую теоретическую часть, откуда он зародился. Если захотите, почитайте. Вы все умеете читать, вы все умеете пользоваться смартфором. Для этого, чтобы запустить вот этот механизм, потому что мы все с вами с европейской музыкой вышли. Мы истоки бах-бабах Бетховена изучали и слышали. Поэтому нам нужно перестроиться. Мы сейчас своим поделаем крутое упражнение. Будем читать вслух. И наша с вами задача просто делать удар вниз. Желательно будет лучше в будущем. Просто рукой, чтобы не мешать никому, чтобы не отвлекаться. Считайте до четырех. И мы пропускаем первый и третий удары. То есть смотрите, делаем раз, два, три, четыре. Еще раз, смотрите. Раз, два, три, четыре. Вот такая у нас штука с вами будет. Ага. Я вам даю вот это вот предыхание. И вместе начнем делать. То есть смотрите. Раз, два, три, четыре. Пожалуйста, считайте слух. Я за вас не смогу делать. Я могу тоже лажать. Я тоже человек. Поэтому. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть чтобы мы понимали, когда мы заканчиваем, я в конце вот так махну. И все. Как бы у нас конкурс с вами закончился. Пока более-менее понятно? Отлично. Может быть вы до этого момента знали и слышали какие-то песни русскоязычные, нерусскоязычные в стиле регги. Песня «Это улыбка, похоже на рай». Да, я вчера тоже как раз исполняла. То есть там вот. Это была улыбка, похоже на рай. Аромат волос напоминал счастью. Так, отлично. Еще может какие-то знали. Аргентина и Майк, совершенно верно. Я, кстати, сегодня, пока мы ехали, подготовилась, посмотрела аккорды. Мы с вами, в принципе, по жизни встречаемся с многими жанрами. Мы можем просто не знать, что это конкретный жанр. Да, или не знать их активизм, их активизм, их активизм, особенности. Боль, какая боль. Аргентина и Майк, пять ноль. Да, конечно. Еще, может быть, что знаете? «Я солдат». «Я солдат», да. Да, 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 но тоже стилистики ради, совершенно верно. Еще есть такая песня, я вот не знаю, насколько она популярна сейчас, была группа «Комедоз». Песня про Ямайку. Про Ямайку, потому что этот жанр, в принципе, оттуда-то и возникнет. Я майка, что думаю стоит, посетить страну позитивно настое. Слышали, да, эту песню? Самая основная вещь в стилистике регги всегда играть на 2 и 4. Однако, возникает проблема, когда... Начинаем петь. И есть такие вещи, которые мы можем себе помочь. Мы можем первый третий удар простукивать. Простукивать же по-разному. Можно брать вот ваш большой палец. Берем и просто стучим вот в эту часть инструмента. Сильно выбивать не надо. Пока вы будете бить, уже вторая доля придет. Аккуратненько. Это больше делается для вас. Кто носит польц, как я, не дополнительный звук. Но если я сниму, то немножко так... Не переусердствуйте, иначе начнет возболеть палец. Вы можете себе дополнительно помочь. Первую и третью долю, соответственно, делать рез. На два делаем удар. Получается раз, два, и на три, соответственно, уже три, четыре. Мозги начинают работать. Давайте медленным третом попробуем все вместе. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Отлично. Да, конечно, можно делать вот такое глушение, кому как удобно. Потом потренируйте самостоятельно. Смотрите. Может, вы что-то свое откроете. Надо бы нам какую-то песню взять, я вот сейчас подумаю. Есть, в принципе, Аргентина-Ямайка, но... Да, пожалуйста. Окей. Да, хорошо, тогда объясню. Кто сможет играть аккорды, играть аккорды, кто не сможет играть аккорды, ничего страшного. Мы будем с вами отвечать за как раз аккомпанемент. Договорились? Что делать, когда вы уже на шокотакались, уже все умеете играть? Можно добавить удар наверх. В два и четыре вам нужно успеть сделать не только вниз, длинный, а два-ка в этот удар получается вниз, вверх. Раз, два, три, четыре. Как это слышится? Типа раз. Похож на бой, когда вот эти вот... Это тоже самое, друг мой. Да, да, да. Так и есть. Когда мы берем с вами на первую долю, то есть на раз счет, делаем или пропуск, или паузу, это, собственно, уже что-то новое. Поэтому давайте в медленном темпе попробуем давать удар наверх, да? Ну, при этом, пожалуйста, считайте слух, потому что это для вашего уже удобства. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сильно рукой вот так не бультохать, вам просто нужно наделать много действий. Старайтесь работать вот где-то... Вот, давайте покажу со стороны, как я работаю. То есть я замахиваю, сделала замах, бам-бам-бам, и в этой же плоскости ударила. То есть у меня получается немножечко вот такое вот движение. То есть замахнулась, ударила. Замахнулась, ударила. Ну, соответственно, можно также добавить удар наверх. То есть замахнулась, вниз, вверх. Вы можете, в принципе, оставить большой палец, как некую пору. Чтобы чувствовать, да, то есть бум-да-да-бум, танца. Пожалуйста, пишите плюсик, если все понятно. Если нет, вы еще раз приспокрите и задайте вопрос не так. А у вас все хорошо? Да. Давайте, клопок веры, если все поняли. И приступаем. Молодцы. Не дружно. Так, раз, два, три. Тогда мы сейчас попробуем с песней аргентинной майки. У нас с вами будет следующий аккорд G. Аккорд G давайте посмотрим. Мы ставим третью струну и первую струну на втором ладу. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И безъединенным пальчиком зажимаем вторую струну на третьем ладу. Вот такая схемочка. Это аккорд G. Следующий у нас с вами аккорд будет D. Мы зажимаем с вами как бы три в ряд. Вот ежи и тигры. Четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Можете через один палец. Можно три в ряд. Смотрите, какая у вас кулейка размера, и какие ваши пальчики. То есть или вот так вот, или вот так вот. Следующий аккорд, самый простецкий, аккорд АМ. Ля минор. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Вот. АМ. Да, АМ. Аккорд ЕМ по-другому. Ставим такую вот лестнику с вами, друзья, товарищи. Сейчас объясню. Указательным пальчиком зажмите первую струну на втором ладу. Далее вторая струна на третьем ладу. И третья струна на четвертом ладу. То есть как раз такая лестника и получается. Ага. Здорово. Давайте соберем, что у нас с вами получилось. Аккорд Ж. Так, аккорд Д. Так, что там дальше было? АМ. И последний аккорд ЕМ. Вот то, что мы сегодня с вами получили эту схемку, то есть счет до четвертых, мы будем в два раза играть на один аккорд. Вот примерно такой темп будет. Кто вот понимает, что аккорды не ваш конек, поставьте левую руку и просто играйте тот рисунок, который мы с вами получили. Ну что же, давайте попробуем. Примерно в каком темпе, кто чувствует, что может спеть, обязательно пойти вместе со мной, не стесняйтесь. Давайте так, для начала сыграем пока удар и вниз. Если будет легко, добавим удар вниз, вверх. Ка. Вот на вторую Ка мы начинаем как бы делать звуковой удар. То есть получается на Ка-Ка-Я. Вот первую долю надо нам втюхнуться. Если вы понимаете сложновато, просто подстройтесь со временем, окей? Ну давайте чуть-чуть попробуем побыстрее. Ну да, можно чуть-чуть быстрее. Вот примерно такой темп. Давайте три, четыре и... Какая боль, какая боль, Аргентина, майка, пятна. Ага, отлично. Если с этим жанром более-менее понятно... Давайте еще раз хлопок, Вера. Раз, два, супер! А я вам напоминаю, что в Укулеле-центре действует специальный скидочный промокод КИРПИИ21, который вам даст сохранить ваши шейки или при покупке моего инструмента, любого другого инструмента, но также аксессуаров к ним. Так что пользуйтесь на здоровье. Еще раз КИРПИИ21. И второй интересный жанр называется фламенко. Кто-нибудь слышал что-нибудь такое? Да. Какие ассоциации у нас, когда мы слышим, что это фламенко? Кармен, Испания. Испания. Испания еще? Кармен. 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 Ага. Быстро-быстро, да. Вот что-то там, какая-то магия. Костанье-то, да. Костанье-то, да. Костанье-то, да. Костанье-то, да. Отлично. Какие-то там длинные такие юбки. Аааа. Какие инструменты нам нужно будет использовать все пальцы. Есть, давайте так, разные варианты данного приема. Я играю от всех пальцев. Можно играть вот этим, вот таких вот, вот таких вот фиксиков призывать. Мы возьмем сегодня более такое простое понимание. А что для этого мы будем делать? Начнем с того, что, может быть я ранен, да. Или где-то, когда вы только-только купили инструмент, такие, а какими пальцами играть мне, собственно, боль. Когда мы берем, учимся играть какие-то самые такие базовые, понятные, я бы даже сказала, рисунки, которые для нас понятны. Чтобы вы не запутались, я чаще всего сама лично говорю, лучше возьмите один какой-то палец, допустим, указательный, играть и вниз-вверх. Такая некая классическая, классическая вариация игры. Бывают у нас варианты, когда мы играем в правой руке при помощи вот этих двух пальцев. Когда мы ударяем вниз от большого пальца указательный наверх. Еще в быстром темпе это получается вот такое. Да, и получается еще и такое сейчас. Пожалуйста, вот вам и народная музыка. Я обычно говорю на начальном этапе, не старайтесь играть сразу всеми пальцами, потому что, когда мы используем все пальцы, получается что-то вот это. Что-то слишком хорошо как-то сыграло. Но, однако, для фламенко, собственно, нам нужно будет взять все пальцы. Я надеюсь, сегодня у нас там плотники, склеры пришли, не пришли. Покажу, как это, в принципе, будет выглядеть. Можете пока тоже укулейки отложить, если вам будет удобно. Что мы делаем? Смотрите, вот у вас есть правая рука. Наша с вами задача, нужно будет делать движение с мизинчика, постепенно раскрывая руку. На большой палец особо не смотрим, нас интересуют вот эти четыре пальца. Па-брем-па-па-па-пам. Можете вспомнить такую вещь, когда сидите за столом и начинаете вот так вот клацать. Тот сам одноклассник. И он еще при этом грызет ручку. Сильно руку не зажимайте. То есть она у вас собрана, но не сжата. И с мизинчика открываем. Давайте в медленном темпе прям посмотрите, что вы делаете. Окей? Прям-пам-пам-пам. Смотри, если вы вот так вот резко будете делать, не получится. Это не фламенко. Бря-пап-пери-барабам. Еще можно сделать такую вещь. Представить, что вы раздаете шелбан кому-то. Мы делаем следующее. Обычно мы же привыкли делать щелчок-щелбан у указательного. А здесь наша с вами задача. Нужно будет в собранной как бы руке делать. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Сейчас покажу вам, друзья, и покажу зал. То есть смотрите. Вам нужно взять большой палец. Ну это для нашей такой тренировки. Попробовать сделать щелчок. Ну давай там без щелчка. Щелбан, да? Сначала якобы с мизинчика. Потом с безымянного. Среднего. Как вы там дальше поймете? Указательный. Вот такое можно движение сделать. Попробовать. Сейчас я вам даю вот такую буквальную минуточку. Посмотреть. Попробовать сначала на ходу. То есть или просто без щелбана пытайтесь легонечко, мягенько, без рывков открыть руку. Или можете помочь себе как будто вы раздаете щелбану. Окей? Радостные улыбки. И взгляды. Значит все хорошо. Берем инструмент теперь. И делаем следующее движение. Нам нужно попробовать. Вот опять же понимаю, что всех все индивидуально. Давайте вот какую-то такую выборку сейчас покажу. Потом будете смотреть, корректировать под себя все-таки. То есть мы берем с вами закрытую руку. Кладем ее как бы на струны параллельно. Вот что-то типа такого. Или немножечко под наклончиком. И начинаем как раз в медленном темпе делать вот это движение. Как раз мы сегодня что с вами и учили. Вот такое вот. Пока оно может быть такое, знаете, как хрык. Ну мы добавим сейчас скорость и все будет хорошо. То есть смотрите. Па-ба-рым-пам-пам. Давайте попробуйте. Еще могу дать вам лайфхак, чтобы у вас рука в невесомости не была. Возьмите ваш большой палец. Можете его вот так вот, типа как глаз показывать, положить на четвертую струну. И остальными пальцами, которыми вы сейчас научились с вами работать, вот так вот сделать. То есть вот эта опора вам дает, чтобы рука у вас не улетала. Давайте попробуем. То есть смотрите. Закрытая рука. Ваш палец на базе. И остальные прям. Не стесняйтесь. Прям работайте именно пальчиками. Потому что если вы будете открывать вот так вот, то это проснется Высоцкий. Это не важно. Поэтому аккуратненько. Мы стараемся, чтобы у нас с вами получилось именно наслоение звука. То есть когда мы играем просто удары. То есть у нас звучат как бы они одновременно. А если мы сделаем вот так. Чувствуете, да? Такое. Как веер. Дословно в принципе где-то переводят как веер. Потому что мы взяли и как веер открыли пальцы. Окей? Как успехи у вас. Последние виды. К тому же наверное остались печеньки. Как это те самые на последнем ряду. Такие. Ну, пока там очень легче поговорить. Сегодня, чтобы как-то прочувствоваться. Мы с вами попробуем играть такую мелодию. Что-то подобное. Как вы увидели. Мы сейчас изучили с вами элемент. Но, однако, я еще что-то сыграла. Я не про левую руку сейчас. Я сделала разгиата. И вот этим указательным пальчиком я сыграла вверх-вниз. То есть получилось разгиата. Вверх-вниз. По данной технике игры у нас зависит вся рука. Не просто вот это, как мы раньше умели делать, а разгиата вверх-вниз. Давайте попробуем сейчас в медленном темпе это поиграть и уже добавим аккорды. Окей? Разгиата вверх-вниз. Что можно еще сделать? Чтобы ваша рука вот не петляла. Вы можете этот большой палец оставить как опор, пусть он будет. Разгиата вверх-вниз. За счет этого четвертая струна оглушится. В принципе, она пока и не нужна. Старайтесь сделать не вот так вот. Вы пока вернетесь, а это время. Поэтому разгиата вверх-вниз. Что делаем дальше? Добавляем аккорды. Как показывает практика Фламенко, тут очень такие аккорды, они как бы не то чтобы уростные, а соседские. То есть у нас нет больших каких-то расстояний. Мы очень стараемся взять какую-то форму и в ней как-то играться, выигрываться. Там разную амбронизацию делать, но об этом я очень не верю. Для основы нам понадобится всего два пальца и аккорд А. Давайте поподробнее, что мы делаем. Указательным пальцем зажимаем третью струну на первом ладу. Далее средним пальцем зажимаем четвертую струну на втором ладу. Должна получиться вот такая штука. И мы эту основную форму будем играть от первого лада, который поставили. Потом от второго лада. Просто сдвигаем пальцы, не убирайте, не надо. Просто сдвинули. Вы уже чувствуете, да? Накал страсти. Зажглась огонь. И от четвертого лада. То есть смотрите, первый лад. Второй лад. И четвертый лад. Отлично. И потом просто вернемся. Что мы делаем? Мы первые два аккорда играем два раза подряд. Вот то, что мы сейчас учили. Разгяд, вверх, вниз. Потом еще раз повторяем. Потом эту форму сдвигаем. И еще раз играем. Разгяд, вверх, вниз. Разгяд, вверх. Вот это два раза. Это два раза. И дальше, когда мы переезжаем на четвертую струну. Один раз. Один раз. Один раз. Один раз. Давайте покажу, что сейчас должно будет получиться. Ну, то есть. Ну, то есть. А нет. Что-то типа такого. Погнали попробуем. В медленном темпе. То есть. Еще раз. Два раза. Два раза. Один. 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 Опять же. Кому сложно работать с левой частью инструмента. То есть. Что-то тут нажимать. Можете приглушить струнки. И играть просто вот этот рейт, в котором мы сегодня закончили. То есть. Разгядок, вверх, вниз. Три. Четыре. Трям-пам-пам. Трям-пам-пам. Переставли аккорд. Трям-пам-пам. Трям-пам-пам. Четвертый лад. Один раз. Трям-пам-пам. Переставли. Трям-пам-пам. И трям-пам-пам. Ну, слушайте уже. Давайте еще раз. Три. Четыре. Трям-пам-пам. 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 Переставли аккорд. Трям-пам-пам. Молодцы. Переставли аккорд. Один раз. Трям-пам-пам. Трям-пам-пам. Ага. Молодцы. Здорово. Шикарно. И давайте нам нужен какой-то некий завершающий мёбрак. В конце завершить, чтобы прям было ба-бам. Чтобы мы понимали, что будет. Трям-пам-пам. 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 И еще раз сыграть просто удар вниз. Чтобы была какая-то точка завершения. Давайте еще раз попробуем. Три. Четыре. И... Здорово. Вот, пожалуйста. Используйте. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Это тоже можно использовать в любимой вашей песне. Вы можете оставить, по сути, свой рисунок. Какую-то шестерку, допустим. И добавить вот этот вот элемент. И песня у меня звучит по-новому. Опять же, раз уж сегодня я упомянула этих алюминиевых огурцов, мы уже попробовали сыграть этот припев. В стрел-реке сейчас вам покажу в такой некой интерпретации фламента. Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Чувствуете, да? То есть уже стало интересно. И также используйте, это может быть ваша фишка, пожалуйста. Пожалуйста, пробуйте это все как-то менять местами, менять удар на вот это разъяда, посмотрите, опять же, самое главное мне вам дать пищу для размышления, может кому-то понравилась работа в данном жанре, можете поучиться, поискать информацию тоже в интернетах, потому что вариации разъяда уйма, все зависит от вашего желания и как вы хотите, чтобы у вас все получалось. Хлопок Веры, давайте, три, четыре, отлично, может быть у вас возникли какие-то вопросы по данной теме, по данной теме, по данной теме, ну а что, мы можем поболтать за Ажиска, за Лаврик, на PlayStation, посторонний тоже про укулеле, но не про посторонний. Да, давайте смотрите, по данной теме сейчас, а в принципе про укулеле на посторонний тему мы оставим с вами на сладкое, хорошо, то есть не сейчас, вот по данной теме. Лезь с рукой. Да, вижу, оба. На пол, уменьшите аккорды, они не могут быть в том. А, хотите попробовать со мной сыграть, а мы можем... А давайте, давайте интерактивчик еще добавим, вот спасибо за идея. Я сейчас сыграла аккорд С. С. Да, это первая сторона на третьем ладу. Дальше аккорд АМ, сжимаем, мы уже все сами учили, да, четвертая сторона на втором ладу. Дальше, эту форму не убираем, указательным пальчиком ставим вторую сторону на первую. Да, и в конце можем шлифануть как раз Джи, которую мы сегодня с вами учили, это вот такая форма. Давайте так, вот пока как можете зажимать, пока зажимаем, хорошо, нам просто нужно еще вместе сыграть. Еще раз, так, аккорды, получается, С. Успеваем, а М-очка у нас, М-очка у нас, потом Па, по-мажор, и аккорд Джи. Давайте попробуем эту песню, там еще слова-то такие простые, я сажу алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Мы сейчас попробуем с вами сыграть и в стиле регги, и в стиле фламента. Для начала мы попробуем в стиле регги. Опять же, форму берем, удар вниз. Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. То есть, я понимаю, что сейчас, по факту, мы думаем в момент, да, как это сыграть, какой удар, там, вниз, вверх. Но, если вы попробуете это сделать, записать себя на видео и потом пересмотреть, то есть вы увидите, что у вас получается регги. Окей, давайте эту же самую песню, но в стиле фламенко. Мы что с вами сделаем? Разгядочка. И вверх-вниз. Окей. Давайте, три-четыре. Я с... А, Дэй, а давайте вам покажу, как это звучит-то будет. Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Вот что-то такое. То есть, опять же, разгядок вверх-вниз. Окей. Давайте, три-четыре. Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. И еще раз я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Вот, пожалуйста, по сути, казалось бы, да, эта песня уже такая древняя, как вид. И в целом, на что хочу вас натолкнуть. Я успела сегодня показать лишь какие-то конкретные элементы, но также вы можете просто брать обычный бой, который вы умеете играть, или изучить что-то новенькое. И давай эту песню, то есть одна и та же песня может играть по-разному. Давайте еще раз хлопок Веры, три-четыре! Ой, столько! Переусерствовало, бывает уже. Ребята, пишите сейчас, и мы можем попросить кого-нибудь посмотреть, что вы там пишете. Может, у вас тоже остались вопросы? Окей, давайте вы как пишете. Так, вы как у меня живы? А у тебя сколько всего укулеле? Лучше сказать, сколько у меня нет, да? Ну... Ну, мне до Аделина, например, далеко еще. У Далиночки коллекция целых десять. Да, это будет для тебя девять, у меня десять. Я иду, я иду к успеху. Все будет, спасибо Веру! Окей, ну что же, если возникли вопросы, мы все равно сейчас с вами пообщаемся. Я думаю, время розыгрыша! Что делать? Давайте скажем так. Сейчас по три человека подходите сюда. Вы уносите две ручечки и листочки. На листочке пишите свое имя. Сворачивайте, кидайте в парочку. Да-да-да, Шипунчик, вы там все не разбегайтесь, хорошо? Я хочу с вами еще сфотографироваться. Вот эту книжку мы будем разыгрывать сейчас. Дашин, самоучитель. Играем, поем. Очень красивая, кстати. И тут такие выпуклые частички у нее. Сразу видно? Все качественно. Вау! Я надеюсь, что у вас не было. Как, так, сворачивайся так. Так, что там было такого вау? Идемте посмотрим. Прелесть. Это так круто! Смотрите, прелесть. Смотри, да? Спасибо большое! Прям обнимашки будут? Конечно, если не полиподит. Спасибо большое! Там эти, кто это? Утята! Гусята. Я сама схему делала. Еще и самая... Сейчас мы с вами... Давайте покажем, что мы разыграем. Играем и поем. Как раз сегодня, что мы с вами делали, мы играли и пели. И как раз в ней рассказано все и даже больше, чем бы я могла поделиться. Это просто святой грааль, я бы даже сказала. Кстати, если что, так кину, она на маркетплейсах есть. Есть крупных книжных магазинов. Везде-везде эта штука есть. И сейчас мы с вами узнаем, кто же это. Так, в честной борьбе. Мы сейчас, да, как мы узнаем имя счастливчика, я сейчас вот так побульдыхаю. Все честно. Открою. И вытащу имя того обладателя данного пособия. Так, готовы? Итак, извиняюсь сразу, если скажу неправильно. Это Саша у нас Хартулай. Да, ладно. Мы сами подъединились в прошлом по книге и мы будем вас. Да, да? А, я помню тебя? Глазельки-то помнил? Готи все. Ну, выходи сюда, выходи сюда. Так, сейчас я вас витамерю. Секундочку. Ура! Все, спасибо, спасибо большое, спасибо. В том, что я с вами что-то сделала. Вы не настраивайтесь, потому что я подготовила и для вас тоже подарочки. Там вот на стойке и плакаты. Новые, какая-то фича, вот Олег нам продемонстрировал. Олег. Вот, я могу вам подписать эти вещи, но для начала... Срочно позовите Олега. Мы с вами сделаем совместную фотографию. Отлично? Good. Вот сейчас мы все с вами красиво сфотографируемся. И дальше, кому что нравится, берите обязательно. Пока давайте мы попробуем все как-то уместиться. У вас сегодня так много, я так рада вы не представляете просто. Жесть вообще. Спасибо. Давайте подчеркнули по клубам для начала. Как же сразу, я надеюсь, что сегодня еще вы согласны в болезни. Все, и давайте мы тогда как-то попробуем уместиться.